Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Демографический кризис. Этой теме посвящено у нас много роликов. Пусть будет вот такой вот отдельненький с ответом на вопрос, а что же делать, как его решить и так далее. Решить его очень просто. Нужно начать строить социализм, построить социализм, а потом перейти к более высокому уровню производственных сил и производственных отношений, к коммунизму. Вот так все, очень просто. Понимаете? На ваших экранах вот эта страшная на самом-то деле таблица. Это говорят, я скажу так, что это данные от спецслужб Соединенных Штатов Америки, либо агентов мирового капитала. По death rating, это уровень смертности. Украина на первом месте, и так оно и есть, я думаю, 100%. То есть у нас тут колоссальная оценка 18.6, тогда как Литвиния, да, 15.2 имеет. Хотя это тоже катастрофа. Уровень вырождаемости просто невероятный. И недалеко у нас Россия. Но что объединяет вот эти страны? Это страны бывшего соцлагеря, так называемого. И здесь у нас представлено раз, два, три, четыре, пять, шесть стран, стран бывшего Советского Союза. То есть страны бывшего Советского Союза уже находятся более 30 лет при капитализме живут, да. Ну, вот как мы видим, для славяно-ария, которые тут половину населения имеют, это в самом чистом виде смерть. Это вырождение. Капитализм для нас очень губителен. И уровень рождаемости на территории Украины самый низкий в мире. Ну, практически самый низкий. То есть 228 место, это вообще какое-то вопиющее положение. Хотя здесь присутствуют, как казалось бы, высокоразвитые капиталистические страны, такие как Япония, Монако, Испания, Италия. Гонконг. Там тоже все не очень хорошо. Чем это обусловлено? Каково вот что есть самым главным? Это закон. Ну, закон, положение, тенденция к абсолютному ухудшению положения пролетариата. Я об этом уже множество раз на канале говорил. Это тенденция к изменению положения пролетариата, то есть рабочего класса при капитализме. А у нас рабочий класс составляет, по-хорошему, вот в чистом виде половину населения планеты Земля. То есть в чистом виде, не владеющими средствами производства, больше половины. И там полупролетарским слоем, которые по отношению к самому себе, по отношению к своему иному, называются тоже рабочим классом. Но в них есть признаки буржуазии, такие какие-то маленькие элементики. Но если брать по отношению к каким-то финансистам, монополистам, каких-то владельцам монополий, вот эта вот промежуточная прослойка, которая тяготеет к рабочей аристократии, у которых зарплата чуть выше среднего рабочего, которая тяготеет к среднему классу, является тоже средним классом, их приблизительно вот 45, там кто-то 30% рисует. Ну нету какого-то определенного значения. Но все это тоже относится и к пролетариату, они тоже беднеют. Некоторые из них богатеют благодаря там отличному вылизыванию задницы ростовщика, каким-то наследственным моментам, связанных с кто-то где-то помер, получил наследство. Ну и просто каким-нибудь пиратством, грабежом и прочее. Под видом их сейчас называют воры в законе. Я вот все ради семьи делаю, да-да-да-да-да. Так вот, при капитализме являющийся наряду с относительным ухудшением его положения по сравнению с положением буржуазии. Буржуазии вот в чистом виде на планете Земля, наверное, 2-3, может 1%. Следствием действия всеобщего закона капиталистического накопления. В результате воздействия этого закона по мере накопления капитала, «Положение рабочего класса должно ухудшаться, какова бы ни была высока или низка его оплата». Это Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 23-е страница 660. Так вот, это абсолютное ухудшение положения пролетариата, оно проявляется в отставании роста реальной заработной платы, от повышения стоимости рабочей силы. То есть, отстает, сколько бы тебе ни платили, ты отстаешь. Бэп, уменьшение в отдельные периоды реальной заработной платы, это часто проявляется через кризисы. В росте безработицы, безработица растет с невероятными темпами. Вот недавно публика МАЛ на нашем, кстати, канале, ну сейчас вернемся к кризисам в нашем сообществе, Лоуренса Саммерса, где он говорит, что «А что это у нас? Ну, капиталист все еще, кризисы, кризисы, 87-й, 89-й, 91-й, 93-й, 2000-й». Все время, все время он сказал, кризисы при капитализме каждые три года себя проявляют. Не семь лет, как, ну, семь лет, я так понял, как каждый какой-то большой кризис, но каждые три года. Гэп, ухудшение условий труда и усиление интенсивности труда наши комрады и комрадесы докладывают, что на территории, например, Российской Федерации идет просто ухудшение конкретно общих условий труда, там здоровье садится в невероятных пропорциях. Гэп, ухудшение здоровья как раз-таки пролетариата как следствие, безработица, неуверенности в завтрашнем дне, интенсификации труда. Вот на территории Украины большинство людей не уверены в завтрашнем дне, поэтому они боятся просто рожать. Куда приводить детей в этот прекрасный страшный морок? Это очень страшно. В нищенском положении сотен миллионов, я бы уже сказал, миллиардов людей в слаборазвитых странах, подвергающихся колониальной или неколониальной эксплуатации. То есть, пример, Украина и Российская Федерация. И как раз-таки абсолютное ухудшение положения пролетариата сопровождается также массовым снижением уровня оплаты служащих, особенно занятых в сфере обращения и пролетаризации интеллигенции. То есть, певцы, ведущие, всякие там письменники, YouTube-блогеры, они тоже в итоге скатываются до пролетарии. Ну а потребности, как уже указал Маркс, носят общественный характер, и поэтому они исторически относительны. То есть, чем выше самосознание пролетариата в условиях его борьбы с буржуазией, тем больше рост его социальных и культурных потребностей, и, следовательно, рост стоимости рабочей силы. А благодаря всем этим гаджетам мы уже весь мир, собственно говоря, видели, смотрим и хотим побывать там, сям, жить в прекрасных, красивых домах. Мы даже на каком-то таком, ну, знаете, подсознательном уровне понимаем, что вот здоровый образ жизни, он требует этого, 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 требует довольства такого, такого свободного времени, продуктов, питания, занятий и прочего. И рост этой интенсивности труда также ведет к увеличению потребностей рабочих для воспроизводства их рабочей силы. Этот процесс происходит в условиях одновременного падения абсолютной и относительной величины стоимости рабочей силы в связи с ростом производительности труда, повышением относительной прибавочной стоимости. Чем более развита капиталистическая страна, тем значительнее в ней развиты общественные потребности, тем существеннее повышение стоимости рабочей силы. Отставание роста реальной заработной платы пролетариата от расширения насущных потребностей рабочих семей – важнейший признак абсолютного ухудшения положения пролетариата. Прекрасная девочка, прекрасный мальчик хотят продолжать себя, хотят, помимо того, что продолжать, они точно знают, что при капитализме ребенок сожрет их все свободное время. Ну не все, ну 90%. Сожрет их деньги. И не факт то, что этого еще ребенка удастся поднять на ноги, выучить и воспитать. А человек, он определяется свободным временем. И так получается, что родитель и ребенок, они как бы становятся привязанными друг к другу и полностью друг друга лишают свободного времени. Они расчеловечивают обоюдно друг друга благодаря тем капиталистическим отношениям, в которых они живут. И еще больше ухудшается положение рабочих относительно по сравнению с быстрым ростом богатства капиталистов. Ленин подчеркивал, что слова о росте нищеты и прочее верны не только в смысле характеристики тенденции, но также в смысле указания на рост социальной нищеты. То есть несоответствие между положением пролетариата и уровнем жизни буржуазии. Аккумуляция, накопление капитала в руках фью, фью, малых групп, оно с каждым годом все больше и больше. Ну а реальность процессов подтверждается, вот это абсолютно ухудшение было. Когда рабочие семьи, стремясь удовлетворить новые общественные потребности, вынуждены сокращать свои насущные расходы. Например, вы наверняка по себе можете заметить, как на питание, на одежду вы сокращаете все. Вот когда-то пример был США, да, несмотря на некоторые увеличения реальной годовой заработной платы, там каждый год идет, уровень питания примерно трех четвертей населения ниже необходимой медицинской нормы по сей день. А как они решают этот момент, я беру так США, чтобы абстрагироваться немножко от Украины и России, а вот ГМО, а вот всякая дешманская еда, когда мясо уже не мясо, когда там Билл и Гейтс и всякие вам рассказывают о том, что вы будете кушать насекомых и так далее. Вот, теперь, 42-й том капитала товарища Маркса и Энгельса. Но что же доказывают таблицы? Там есть таблица, это естественная тенденция народонаселения к увеличению, можно вывести с физиологической конституции женщины, то есть в минимальном случае женщина может рожать каждые два года одного ребенка, по крайней мере, будучи в возрасте от 20-40 лет. Таким образом, естественное число деторождений для женщины составит 10. Допустим, даже с учетом всех несчастных случаев, бесплодия и так далее, что одна живущая в достатке супружеская пара может воспитать только пятерых детей. Даже при этом допущение яшно, что по истечении немногих лет население удвоится. Ключевое слово в достатке. А большинство семей при абсолютном ухудшении положения пролетариата живут не в достатке. Во-вторых, мы сейчас говорим о естественном состоянии общества, когда мы в достатке, когда наши основные потребности в хорошем питании, в уверенности в завтрашнем дне, в безопасности, в хорошем воздухе и так далее, в хорошем образовании удовлетворены. Во-вторых, этому выводу противопоставляют официальные таблицы народонаселения, особенно рождаемости и смертности. На страничке 144 он до этого приводит. Но, что доказывают эти таблицы? Увеличение народонаселения. Если даже в большинстве стран они показывают народонаселение как находящиеся в состоянии застоя, то это ничего не доказывает. Отчасти, внимание, бедность обуславливает преждевременную смертность наибольшей части населения. Рожденный в бедности, а отчасти благоразумие, препятствует заключению многих браков или превышению некоторого определенного числа деторождений в браках. Слышали? А вот дальше он тоже разъясняет всякие моменты, что капитализму свойственны тенденции к небольшому увеличению. Вот. Когда она может развиваться, вот тогда только идет процесс деторождения, когда у тебя есть свободное время, когда у тебя построены ясли, когда у тебя работают хорошо школы, когда нет присвоения результатов коллективного труда частными какими-то мелкими группами либо отдельными субъектами. Ну, чаще всего все равно какой-то коллективный субъект присваивает себе результаты коллективного труда просто более больших субъектов по размерам. Вот когда у тебя нету этой паразитической системы, тогда у тебя идет рождаемость повышения. Ну, мне тут скажут, так вот при капитализме не так давно, лет так 40 тому назад, а была неплохая рождаемость. А Советский Союз был под боком. Да, и в Советском Союзе во втором неправильном падала рождаемость. Даже в первом Советском Союзе наблюдалось относительное падение рождаемости, но из-за того, что... Ну, там было немножко уже другое. Там предполагаемая продолжительность жизни выросла на 15 лет. Это астрономическая сумма по сравнению с тем, что было. Поэтому и рождаемость упала. То есть человек, как вид материи, он начал себя немножко как бы регулировать. Он себя начал приводить в некий баланс естественный. И тем не менее, там была рождаемость 4 с копейками где-то при Сталине. Потом она после смерти Сталина начала там к 3, к 2 и с чем-то падать. В общем, падение наблюдалось, потому что у нас уже вовсю развилось товарное производство и строился капитализм. Вот. Кстати, тут есть эти чаты GPT и прочие сумасшедшие. Снижение смертности – это результат медицинского обслуживания, борьбы с инфекционными заболеваниями, повышение уровня жизни, особенно в странах, развивающихся экономически. Но на первом месте не результат улучшения медицинского обслуживания, а повышение уровня жизни должно стоять. Вот. Снижение рождаемости в глобальном масштабе связано с урбанизацией, образованием, женщин, ростом уровня жизни и доступом к средствам контрацепции. Бред сумасшедшего. Представляете, какая идея? Вот эту безмозглую херню впихивают людям в божки. Теодор Рузвельт, конечно же, отмечал в начале 20 века, что белая женщина, американка, она меньше стала рожать, она больше стала читать книг, она стала менее закрепещенной, чем женщина, так сказать, у Европы. Что делают современные профашистские иностранные власти, например, на территории Северного Зимбабве? Они говорят, что женщина должна быть привязана обратно к кухне и так далее, то есть ее задача рожать, то есть быть свиноматками. Это естественно для фашизма, вообще никаких вопросов нет. Мало того, это даже естественно для первой фазы коммунизма, при этом отскоки. Просто чем сильнее затянется вот это вот положение, что баба должна рожать, баба не должна думать, ну шо мужику к кому-то, он пришел там, запрыгнул на нее, двух-трех дебилов родила, ну и нормально. Четырех, пятерех, ну все как бы ни о чем не думает. И это обусловливается еще, кстати, такой интересной ситуацией, что всякие там типа староверов, людей в вышибанках, родноверах, они там говорят о многосемейцах, женщина должна быть хранительницей домашнего зачага, да-да-да. И под вот эту хранительницу домашнего зачага, они на самом-то деле под это прячутся тяжелейшую эксплуатацию женщины, причем физическую и психическую. Вот привязать ее к кухне, пусть она там сидит и рот свой закроет. И, кстати, из-за этого, из-за этого ужасного фашистского положения идет разрыв в возрасте, то есть очень часто теперь получается, что супруги там в 20-30 лет между ними разница бывает, и это как бы подается как норма. Но, знаете, мне говорят, там любовь тоже бывает, я очень сомневаюсь, что там может быть любовь. Ну, если только вот твой супруг не какой-то мультимиллиардер, скорее всего, хотя какая там тоже любует, ну, он может во всяком случае обеспечить свою там 20-летнюю барышню какими-то любовниками. Ну, либо просто он там жрет какие-то таблетки или занимается какими-то видами спорта, что там йоги или еще что-нибудь, что у него физическая хорошая оболочка, и ей приятно с ним находиться. Ну, помрет там лет 80, ей будет лет 50, она будет в прекрасной форме, и себе куча тоже имеет новых любовников. Она что, будет прозябать плохо жизнь? О-о-о, не-не-не. Это тоже следствует этот вот разрыв в возрасте того, что у нас неравное положение, потому что, ну, любая здравомышлящая молодая девица, она хочет себе прекрасного молодца, молодого. Молодец, ну, как раз таки и определяется молодостью своей. То, что разрыв там в 10-15 лет, это уже что-то колоссальное. Я по себе, например, знаю, что у меня уже все, у меня уже ничего не светит в этой жизни, ну, ни любви, ни радости, ни семьи, ничего не испытаю, потому что рост идет, положение все беднее становится каждым днем, грубо говоря. Потому что, если оставаться пролетарской интеллигенцией, ну, придется, грубо говоря, этой телесной оболочке сдохнуть, себя не воспроизвести. А это значит, что, ну, если я, получается, исчезаю, значит, этот мир для меня исчезает, значит, я здесь ничего хорошего получилось, так что и не сделал. Если не получилось создать условия для самовоспроизводства, ну, казалось бы, ну и что, ну, попаду в лучший мир. Куда попали наши великие предки, которые не смогли себя продолжить, многие молодцы, 7 миллионов там, ну, не 7 миллионов, а внутри этих 7 миллионов погибших на полях Великой Отечественной войны, которые не смогли себя продолжить. Ничего в жизни не знали, ни ласки, ни любви, ни радости. Ну, вот и все. И да, и, кстати, ну, тоже такое дело дополнительно до того, что и при фашизме, при самом таком ярком радикальном фашизме, как это было в Германии, очень важно было там девственность соблюдать. Но это тоже тенденция есть и при коммунизме, потому что естественное состояние общества, оно тяготеет к моногамии, как мы по революционным заповедям Залкинда знаем. То есть процесс суития, процесс где-то рождения, продолжения себя, это уже как бы высшая должна быть ступень осознанности двух влюбленных. Они могут год, два, три, долгое время соблюдать целебат по отношению друг к другу и вообще быть целомудренными. Но когда придет время, вот, и они биологически созреют, психически созреют, все, они готовят ты такой, я такой, мы вместе с тобой до конца. Вот это и есть высшее проявление любви. То есть когда мудрость пришествует вашим любовным деяниям. К сожалению, при капитализме так не получается в 95% случаев, из-за чего? Из-за того, что беднеет население. И вот это то, что называется любовь, она в какой-то мере доступна буржуазии. Я не спорю, потому что в буржуазии есть доступ. Доступна части буржуазной интеллигенции. Ну и в каких-то таких очень маленьких, точечных, наверное, почти этого несуществующего, скажем так, оно доступно классу пролетариев. Почти несуществующих. Вот. Так что все. Единственное решение проблемы демографического кризиса. Ну, это я хорошее сказал, да? То есть построить коммунизм. Как делает буржуазия? Она там понимает, что мы при капитализме живем? Она пользуется мальтузианством. По поводу Тунуса Мальтуса, его концепции на нашем канале уже очень много. Всяких моментов. И рассказывал. То есть систематически подготовить снижение населения. Почему? Чтобы снизить остроту классовой борьбы. Чтобы потом заново создать под себя новые рынки. Потому что рыночек требуется постоянно капитализму. Без него никуда. И все в этом духе. То есть идти от обратной. Идти в обратную сторону. А там они уже как размножатся, не размножатся. Им по барабану. Уже роботы тут тоже рядышком. А источникам прибыли. А это основа капитализма. Прибыль, кредиты, деньги, кредит. Является только живой человеческий труд. И что делать? Ну, ничего не делать. Делать хуже. Вот они этим и занимаются. Ну, а если вы хотите хорошо жить. Хорошо чувствовать себя у вас. Два пути, товарищи. Это либо становиться сволочью. И идти по пути буржуазии. Да, это, кстати, тоже выход. И присоединяться к ним. И там всячески им подакивать. Не просто подакивать. И их вообще не критикуя. А просто лизать им задницу. Ну, как многие. Весьма прекрасно выглядят. Дичьи люди, которые называются коммунистами. Они это делают. То есть до такой степени лежат, что ай, вейт. И прикрывается тем, у меня семья. У меня дети. Ну, типичные куколды. Их так называем. Ну, либо у вас еще есть путь. Конечно, можно идти и по пути буржуазии. Но вот такой пролетариату помогает развивать пролетарское мышление. Делать пропаганду. Потому что к революции подводит коллективный субъект, который создает пропаганду, который идею в массы вдавливает. Потому что если какой-то коллективный субъект этим заниматься не будет, пропагандой, правильной пропагандой, разъясниешь, что пидоров при коммунизме будут наказывать. ЛГБТ при коммунизме неестественно, но противозаконно. Вот вы должны это делать. Представляете? Скачут эти с вами СССР, если они нам отменили, они на указание за гомосексуальное отношение. Чуть собачья. Мы это уже разобрали на канале. И всех будем лупашить этих фашистов под красными знаменами. Всегда. Вот всех лупашить. Ах, вы лжецы, фашисты, конченные под этими красными знаменами. Пейте их. У вас другого варианта нет. Иначе они вас забьют своими традициями неестественными. Навязанными, кстати, как раз таки, авангардом мировой капиталистической закулицы. Ну, а на этом все. Благодарю всех за внимание. Думаю, ролик достаточно содержательный. Можно на него ссылаться в определенных моментах, связанных с демографическим кризисом. Сила пролетарской правды.